18 октября считается днём духовного согласия, днём моратория на конфликты, поиска, примирение и установление взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий. Аким Южно-Казахстанской области поздравил представителей религиозных конфессий с праздником и отметил, что благодаря грамотной политике главы государства мы живём в мире и согласии. «Председательство Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Астанинском саммите, председательство в Организации исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Евразийском экономическом союзе. Как вы видите, столько международных организаций, структур и Казахстан-председательство. Всё это большой авторитет нашей страны и прежде всего нашего главы государства». Помимо Акима области выступили главный имам областной мечети Ахмеджан Керембек, руководитель еврейской общины города Шымкент Зелик Мурдухаев и священник Никольского собора отец Александр. «Есть ценности материальные. В Казахстане всего много. И нефти, и золото, и всего-всего-всего. Но у нас ещё и много духовного. И я думаю, самое наше главное достояние – это, конечно же, мир и согласие, которое царит между нами». В завершение встречи глава области вручил присутствующим памятные подарки, а также Кубок Акима области победителям турнира по мини-футболу, посвящённого Дню Духовного Согласия. Напомним, турнир прошёл 14 октября.